Конец января ознаменовался весьма неординарным событием. Серию мастер-классов для воспитанников омских школ Тэквондо провели специалисты демонстрационной группы из Республики Корея. Обладатели 4-го дана Ин Чи Иван и Кан Чи Хун посетили с открытыми уроками спортивные клубы и даже общеобразовательные школы. Цель корпуса мира – это отбор лучших студентов, которых потом направляют другие страны, чтобы обучать искусству Тэквондо людей в разных уголках мира, поведать о некоторых тонкостях этого вида единоборств и помочь развитию этого олимпийского вида спорта в России. Лично я также показываю на мастер-классах свои коронные приемы, с удовольствием делюсь своими секретными самичами. Одной из площадок для проведения занятий с корейскими мастерами стал Центр олимпийской подготовки «Авангард», на татами которого собрались воспитанники Клуба боевых искусств «Харизма». Своё мастерство титулованные спортсмены продемонстрировали воспитанникам разных возрастов – от самых маленьких до обладателей цветных поясов. К нам уже год назад приезжали тоже студенты из Кореи, но несколько другая была специфика тренировки, то есть мы занимались больше пумсе, это формальные упражнения. Сейчас больше у нас хирурги, то есть спаррингов, как раз у нас скоро в преддверии соревнований. Я думаю, что это будет полезно к нам. Это разнообразие, потому что приехали люди из другой страны, и детям просто не нужно даже на них посмотреть, не по телевизору, а вживую. Не менее яркие впечатления от этого события получили и гости нашей страны. Они отметили высокий интерес амичей к культивируемому ими виду боевых искусств и достойный уровень подготовки сибирских воспитанников. Я уже провел не один подобный мастер-класс, и хочется отметить, что в этой школе воспитанники дисциплинированные. Хоть группа подобралась разновозрастная, они внимательно слушали и отлично выполняли все упражнения. Неудивительно, что именно в нашем городе, благодаря инициативе главы корейской общины в Омске Александра Кима, был подписан трехлетний контракт с признанным мастером тэквондо, обладателем девятого дана Ли Йон Йонгом. Для этого создается центр Корейской академии тэквондо, где планируется воспитывать будущих чемпионов и заниматься обучением тренерских кадров. И кроме того, в нашем городе предполагается появление центра аттестации по тэквондо, куда смогут приехать специалисты из других регионов России.